Продолжение следует... Мы говорили в прошлый раз, видение – это скорее метафора, которая позволяет пророку передать некую мысль. И даже просто на созвучиях, на внешних каких-то сходствах многое держится. Вот видение, которое открыл мне Владыка Господь, корзина со спелыми плодами. И спросил меня Господь, Амос, что ты видишь? Я ответил – корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал, подоспел конец народу моему Израилю. Я не буду более проходить мимо них. То есть, смотрите, вроде бы хорошее пророчество-то, да? Там была саранча в предыдущей главе, пожар, который все сжигал. А тут спелые плоды, урожай. Прекрасно. И все равно урожай становится поводом сказать, что конец подоспел, да? Что спелость, она одновременно есть беда. А как может подоспеть беда? Конечно, это игра слов, но она есть и в оригинале. Ну, помните, когда Господь говорил Аврааму о будущей судьбе земли Ханаана, в которой он побывал, Авраам, но не осел окончательно и странствовал, он сказал, еще не подоспела мера, еще не переполнилась чаша терпения. Вот эти народы, они живут, они там раздражают меня, они гневят меня, но еще не конец, еще не приспело, еще... Вот спелый фрукт, это что такое? Вот его надо есть или он сгниет, да? Вот все, не лежит спелая ягода, да? Вот сегодня съешь эту клубнику или уже завтра она покроется вся плесенью и начнет гнить. Вот народ, с которым дальше уже невозможно, да? Вот гнить он начинает завтра, да? Вот приспело это все. Образ спелости, это ведь не обязательно образ вкусности, образ там сытости, да? Это может быть образ вот крайней степени, когда уже все, когда уже дальше нельзя. И здесь, похоже, после всех этих предупреждений, которые были, после вот этих препирательств Амадский со священником Бейтеля, которые мы читали в прошлый раз, вот уже все, уже край, уже конец. Сменятся в тот день рыданиями храмовые песни пророчества Господа. То есть, ваша вот эта прекрасная храмовая жизнь, ваши эти культы, ваши эти празднества, это все трауром обернется. Они сами по себе не нужны Богу, а Мосс, может быть, с какой-то удивительной резкостью об этом заговорил, что если вы не ищете Бога, не пытаетесь творить добро, то что вы там устраиваете религиозные какие-то обряды, празднества, это все абсолютно впустую. Сменятся рыданиями храмовые песни пророчества Господа. Множество трупов будут бросать повсюду. Прямо вот слышишь, как Амос говорит, и там люди, наверное, загалдели, закричали, замолчи, что ты хочешь. Выслушайте это. Вы, кто попирает нищих и губит бедняков на земле. Это для вас. Он говорит. Говоря, скорее бы Новолуния, тогда начнем продавать зерно, скорее бы Суббота, тогда отварим свои амбары. Новолуния и Суббота – это праздники. Новолуния – начало месяца, Суббота, и сейчас Суббота, и у евреев сейчас Суббота празднуется. То есть это день, когда покой, но одновременно это начало нового месяца или новой недели и, соответственно, торговой какой-то операции. Вот со следующей недели начинаем продавать зерно. О, Суббота настала, значит, скоро торговать начнем, скоро все будет хорошо. Тогда отварим свои амбары. Меру для зерна сделаем поменьше, а шекель потяжелее. Обманные весы приготовим. Естественно, тогда, как и сейчас, обвешивали, обмеривали очень легко. И, отмеряя зерно покупателю, он брал меру меньше, чем требовалось. А шекель, то есть, или сикль в синодальном, это весы тогда использовали всякие гирьки. Это были не монеты, монет еще, наверное, не было. А вес серебра определялся весами. И вот для того, чтобы взвесить серебро, которое дает покупатель, использовали утяжеленные гири. То есть, он больше давал серебра, чем, на самом деле, был должен. Обманные весы приготовим. Бедных будем покупать за серебро. Нищих за пару сандалий. Человек хочет поесть, он же снимет с себя обувь, в которую он пришел, пойдет босой, но хоть хлеба кусок получен. Продаваем высевки, как пшеницу. То есть, то, что осталось уже негодным, то, что уже никуда не годится, мы им продадим по цене полноценной пшеницы. И вот религиозные люди ждут новомесячья и субботы, чтобы поскорее начать свои торговые операции. Вот такая религия, она как раз означает, что их храмовые песни в эти субботы, в эти новомесячи сменятся рыданиями. Клянется Господь величием Иакова. Величием Иакова, да, того самого Иакова, который первопредок, который, собственно, дал свое имя народу. Израиль – это же его изначальное имя. И его величием клянется Господь. То есть, вот это ваше мелочное вранье, вот это ваше желание урвать себе кусочек пожирнее за счет другого человека, и величие того Иакова, который сын Исаака, внук Авраама, который был родоначальник народа, они несовместимы. Вы настолько ничтожны перед ним, что вас только можно смести, как мусор. Во веки их поступков не забуду. Не потрясется ли от этого земля, не заплачут ли все живущие на ней? Причем здесь мелочный обман, и земля потрясется, все живущие заплачут. Что это за вселенский такой трагизм? Да трагизм, потому что, когда вот тот народ, который должен быть чем-то самым ценным, главным, который должен быть примером, становится народом мелких обманщиков, то тогда исчезает опора того, что держит эту землю. Конечно, в переносном смысле. Хотя, может быть, он имел в виду и конкретное землетрясение. Заколеблется вся она, словно Нил, поднимется и опустится, как Нил в Египте. Ну, вот река Нил очень известна тем, что разливы, ее уровень очень сильно поднимается и падает, в зависимости от времени года. И вот и земля колеблется, как Нил, то есть твердая земля становится, как вот этот переменчивый Нил, а есть еще и образ Египта, как языческой страны, где Бога не знают, и тогда твердая земля Израиля, собственно, ничем не отличается от вот этого Нила. И будет тот день, пророчество владыки Господа, заставлю солнце зайти в полдень, наведу на землю мрак среди бела дня. Видимо, на буквальном уровне это солнечное затмение, но, конечно, имеется в виду не просто некая астрономическая реальность, но реальность, прежде всего, духовная, да, то есть вот эти люди видят затмение солнца, но это затмение Бога для них, да, то есть не потому, что они Бога солнцем считают, а потому, что вот солнечный свет для них больше не видим. Помните, как тьма Господня, это вот день Господень, вы думаете, что это свет, но это на самом деле тьма. Обращу ваши праздники в скорбь, ваши песни в плач, обернув всякое тело рубищем, обрею всякую голову наголо, тогда это был признак скорби, обычные люди носили длинные волосы, ну, а бритый человек – это человек, который вот в таком униженном положении. Словно бы оплакивают любимое дитя, горек будет тот последний день. «Вот уже наступают дни пророчества Владыки Господа, когда я пошлю на землю голод. Не такой голод, когда хотят хлеба, не такую жажду, когда ищут воды, а жажду услышать Слово Господне». Вот это будет, конечно, у пророков очень часто. Голод и жажда, они будут и буквальные, да, и то, что бедствие, то, что вот все будет очень плохо. Но главное, что жажда услышать Слово Господне. Помните, ищите меня, ищите добро, о чем говорил пророк Амос. И вот здесь, когда люди этого не делают, они хотя бы могут хотеть услышать Слово Господне. Хотя бы какое-то пророчество, хотя бы какое-то присутствие Бога в своей жизни могут ожидать, услышать и увидеть. И будут бродить от моря до моря, от севера до востока, и будут разыскивать Слово Господне, но не найдут. То есть, вот сейчас, говорит Амос, у вас есть пророчество, у вас есть Слово Господне, которое ходит среди вас, вы его не цените, вы его не принимаете. У вас оно когда-то отнимется, да? Вот сегодня нет пророков, и сто лет назад, и двести назад не было. Ну, можно сказать, что пророческое служение не исчезло, что оно там трансформировалось, какие-то другие служения в духовном смысле, в церковной жизни, в еще каких-то проявлениях. Но пророков, как таковых, больше нет. Вот не ценили, и не стало, и уже можно ходить от моря до моря, от севера до востока, и не находить его. А когда-то было. Может быть, и мы сейчас не ценим многое из того, что есть. В тот день девушки-красавицы и юноши будут терять сознание от жажды. И уже выше сказано, что это жажда не только воды, но жажда Слова Господня. Вот именно девушки и юноши, да, вот какие-то самые молодые люди, может быть, самые искренние, которым больше всех надо, не просто каких-то старых форм, не просто каких-то затверженных молитв, или там ритуалов, или обрядов, а им нужно что-то живое. И вот они аж сознание теряют от жажды. Вот настолько им не хватает этого живого источника. Те, кто клянутся грехом Самарии, говорят, жив Бог твой дан, жив Беаршеву путь. Грех Самарии, Северного Царства, ну, их много перечислялось в книге, но идолопоклонство один из них. Самария, соответственно, поклоняется Богу не в Иерусалиме, а в основном в самодельных святилищах, капищах. Дан на севере Беаршева, на юге, это уже, собственно, иудейское царство. Это именно две крайних точки. Это как Калининград и Владивосток в России, или там Мурманской, Сочи. И, естественно, как пограничные города, они со святилищами. Отметить на карте священными какими-то обрядами, ритуалами, алтарями, жертвами, границей, вот, где проживает этот народ. И, конечно, они популярны. Паломники туда приходят. И это все грех Самарии. Вместо того, чтобы собираться в центре, в Иерусалиме, они занимают вот эти крайние точки для того, чтобы как можно четче обозначить свою территорию. Сказать, вот это наше, вот это наше святилище. Вот тут мы молимся Богу так, как мы хотим, приносим жертвы. А вместо того, чтобы собираться там, где Бог их ждет. Это и географический образ. Конкретная география, но вместе с тем, она метафорически понимается, как поклонение Богу не такое, как хочет его Сам Господь. Они падут и уже не встанут. А в девятой главе, в последней главе этой книги, мы ее в следующий раз прочитаем, появляется совершенно неожиданная для пророков тема отношений Бога со своим народом, но и будет продолжена тема бедствий. В следующий раз я ее продолжу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова